Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю последний уже обзор, я так думаю, на данный ивент, на ивент война, который... Ой, какой война? На ивент охоты за звездами, уже ошибся, как только начал записывать этот ролик, но ничего страшного, последний уже финальный обзор, который у нас уже получится по ходу пьесы. Мы разберем сегодня все аккаунты топ-десятки, возможно, обратим внимание на еще какие-то аккаунты именно по этому топу, не знаю, будет ли это уместно или нет, в принципе, есть игроки, которых я бы, в принципе, выделил, но посмотрим, как это все дело у нас сегодня пойдет, и, в принципе, начнем мы, конечно же, с самого главного. Кто у нас занял первое место? Занял первое место у нас адвокат, и за данный ивент, под последние 3-4 дня, на мой канал свалилось очень много хейта. С одной стороны, это, конечно, очень спорный момент, очень много есть непонятных ситуаций, и, в принципе, у всех уже есть определенные какие-то мифы, идеи и тому подобное. В принципе, сразу перед уже объявлением именно вот всей этой топ-десятки и разбору именно рейтинга данных игроков скажу так, Что если вы хотите, чтобы мы с ребятами рассказали все, что произошло именно за данный ивент, как произошел конфликт с миксом, и, в принципе, все мифы развеять именно по набору данных звезд, если вы хотите все это дело увидеть, то вам надо прожать 100 лайкосов на данный ролик, я думаю, в принципе, если вы это хотите, то вы реально это можете сделать. Ну, либо, если у нас такой жесткий хейт имеется, то 300 дизлайков прожимаем, либо 100 лайков, либо 300 дизлайков, и, в принципе, мы данный видосик запиливаем и выкладываем именно-таки на канал. Ну, а что касаемо топа, адвокат у нас первый, набил он рекордные 1 450 000 кристаллов, чуть-чуть у него не получилось набить именно-таки ровные цифры, 6 кристаллов стало у него больше, Ну, как есть, так и есть, парень ушел спать вчера, ну, вернее, это уже сегодня с утра пораньше, микс сдался, можно так и сказать, он уже бомбанул конкретно, и, в принципе, я думаю, что в какое-то время он, наверное, даже на ютубе танковом не будет появляться, но его можно понять, уже все игроки устали, что касаемо адвоката и микса, уделить столько времени игры за 9 дней, это, конечно, очень-очень жестко, и, понятное дело, что каждый пытался доказать свою точку зрения, ну, в какой-то мере она была, конечно, чересчур принципиальная, чересчур жесткая, но, как есть, так и есть, 451 миллион 450 тысяч кристаллов адвокат набивает, и по этому поводу, в принципе, в ближайшее время мы также сделаем ролик, именно как выдающегося игрока, который набил самое большое количество кристаллов в игре, это такой небольшой спойлер, есть мне по этому поводу что сказать, поэтому, в принципе, сегодня по этому игроку больше ничего не будем говорить, так как будет определенный ролик, и в этот ролик войдут еще определенные игроки, в какой-то мере они безумные, в какой-то мере они именно такие выдающиеся, ну, короче, такую рубрику мы скоро сделаем, что-то подобное делает Колямба, но тут получится немножко по-другому, поэтому, ребят, если вам понравится, то мы тоже этого плана будем пытаться что-то записывать, но сегодня уже не об этом, сегодня у нас финальный все-таки ролик, именно-таки по данному ивенту, ивенту, который, в принципе, впервые я обозреваю и понял, что очень многим игрокам это интересно, это собрало определенные просмотры на моих видосах, которых раньше не было, но спасибо, что поддержали, спасибо, что вам понравилась данная идея, как я ее преподнес, в принципе, поэтому как-то так. Что касаемо микса, то он набил относительно заработанного опыта самое большое количество, 222 тысячи опыта, и, в принципе, я думаю, что это тоже одно из рекордных количеств заработка за неделю именно-таки уже по опыту, по кристаллам, понятное дело, что у адвоката почти на треть больше, но что касаемо именно-таки опыта, и для того звания, которое у него, в принципе, имелось, это очень хорошие цифры, и, в принципе, прокачать за ивент свое звание от второго воронта до полковника, это очень-очень-очень много, ребят, поэтому, что есть, то есть. Дальше у нас Овете Смергелян 2. Еще один игрок, который у нас перевалил за миллион, за миллион кристаллов заработанных, для него это личный рекорд, безусловно. Большего он точно не мог никогда набить, и, единственное, мог бы он набить больше на Х5 Фонды, то тогда у нас не было этого определенного рейтинга, и он это дело все-таки набить не мог. Поэтому, как-то так, набил он миллион сто двадцать три тысячи кристаллов, занял третье почетное место, относительно почетное, но, в принципе, что касаемо топ-десятки, там ничего у нас не поменялось, она есть, десятка, и если кто-то и боролся именно-таки за этот топ, за первое место, это было только два безумных игрока, в принципе, все их все знают, ну, а все остальные пытались просто удержаться в десятке, и более-менее просто поддерживать именно свой онлайн, в плане набития звезд, и все. Дальше у нас идет Кинг-Ов ТП, который тоже перевалил у нас за миллион, за миллион заработанных кристаллов, это его тоже личный рекорд, и, в принципе, что бы еще тут добавить по данному игроку, безусловно, это Трио, Трио, которое проявило себя не только как самое задротское, но и самое быстрое Трио по заработанным кристаллам именно в час, ой, каким кристаллам, да и по кристаллам тоже, в принципе, но главный у нас показатель, это звезды в час, и если бы, как я уже говорил в одном из обзоров, здесь бы рядом, вот где видите мой курсор, здесь бы рядом была бы еще такая функция определенная, где было бы написано количество заработанных звезд за час, то это количество у игрока первого места, третьего места и четвертого места было бы просто жесткое, и оно бы точно было бы в полтора, может даже в два раза больше, чем у остальных игроков, поэтому как-то так, что касаемо четвертого места, всем все понятно, дальше у нас идет небезызвестный анимейшер, который, если я не ошибаюсь, у нас, или нет, или он, нет, ошибаюсь, он у нас, или заработал викинга, нет, наверное, не заработал, он легоси, но на данном ивенте он прозадротил очень-таки жестко, и, в принципе, тоже один из тех игроков, который у нас смог перевалить за данный миллион, тоже он, я так понял, стремился именно перевалить за миллион кристаллов, заработанных за неделю, и у него, в принципе, это удалось сделать. Всю, в принципе, десятку я уже предугадал где-то на пятый, шестой день данного ивента, ну и, в принципе, там было уже все понятно, ничего там не могло произойти иначе, и все по этому поводу, в принципе, ясно. Анимейшер занимает свое пятое место, и, в принципе, мы идем дальше, а дальше у нас занимает шестое место СССР-90, который набил 900 тысяч кристаллов, безусловно, это большие цифры, но это уже чуть-таки меньше, чем миллион, и, в принципе, до этой цифры он уже не боролся, ему она уже была не нужна. Игрок имеет 32-ю легенду, и это ему, в принципе, в какой-то мере должно было помогать набивать данные звезды, и у него это все дело-таки получилось. Седьмое место у нас остается за игроком с ником Край, Край, который у нас вошел именно в данный ивент, в эту десятку, только на третьем дне, и попал в обзор только, наверное, на четвертом ролике, могу, в принципе, ошибаться, но я допущу, что он попал именно на четвертый день, и тогда он начал уже жестко задротить, и забирать именно эту себе десятку в карман, в десятку именно имею в виду топа. Больше, в принципе, говорить не о чем, понятное дело, что игрок хотел фрис хт, он его получил, и его это, в принципе, устраивало. Восьмое место занимает Лост, который в первые где-то 3-4 дня жестко позадротил, а дальше набивал каждый день по 100-200 звезд условно, и, в принципе, его это устраивало, он больше особо не задротил, хотя, в принципе, первые дни ему надо было уделить много именно времени данному ивенту. Ну, я, если честно, по данному ивенту ожидал, что будет больше конкуренции, больше игроков будет бороться за топ, но очень много игроков сдалось уже после буквально там 3-х дней, тот же Форс, который я видел, что он хотел набивать данные звезды, возможно, я ошибаюсь, возможно, нет, но я думаю, что он хотел набивать данные звезды, но по каким-то причинам понял, что у него не получится занять эту топ-десятку, он в какой-то мере, значит, получается сдался, ну, как есть, так и есть. Дальше у нас идет миссис Вальевская, которая заняла 9-е место, заработала на 600 тысяч кристаллов, и, в принципе, уже после первого дня я предсказал, что она может быть в десятке, она не так много уделяла времени, но зато это было, как бы, стабильно, и стабильность привела ее к этой десятке, и она этого добилась, чего хотела, хотя играла даже в таких режимах, как ДМ, Джиггернаут и тому подобное, поэтому, по сути, она уделяла очень-таки немного времени, именно такие, ну, вернее, не то, что много времени, времени-то много, как бы, в принципе, уделяла, но это была стабильность и стабильность набора опыта именно там в 7-минутных матчмейкинговых боях, они почти никогда не заканчивались раньше, просто стабильно играешь, и все у тебя получается. Ну, а 10-е место у нас занимает игрок с ником Промокод, он же Биг Танкс, который, в принципе, боролся за эту десятку, в какой-то мере, эта десятка ему нужна была чисто для само, может быть, утверждения, может, это просто хотели его подписчики, я не знаю точно, но, в принципе, набрал эту десятку, я думаю, что он так не особо прям жестко потел относительно войны, я думаю, что на войне ему надо было задротить по этому поводу намного больше, ну, а тут ему в данном моменте не так уж жестко пришлось позадротить, так как он спокойно занял свое десятое место и, в принципе, даже имел отрыв целых 700 звезд, 700 звезд, это можно было буквально там еще целый день не играть, может, даже два дня не играть, и он бы все равно остался бы в этой десятке, но, самый интересный момент, который у нас произошел в последний день ивента, вы сейчас уже видите обновленный именно рейтинг, обновленный топ 100 по звездам, ну, а вчера и до сегодняшнего утра данный топ не был обновлен, и никто не знал точное количество звезд, которые они набили, и, если бы данное, блин, противостояние, я бы сказал, конкуренция была бы очень-таки жесткая, то можно было бы увидеть от многих игроков и также ютуберов очень много хейта, потому что в тревожке вот происходит такое-то, что вот бывают такие моменты, что вот, ну, вот когда надо, чтобы ничего не залагало, оно обязательно залагает, обязательно произойдет какая-нибудь дичь, я другими словами не могу ее назвать, и вот обязательно произойдет какая-то хрень такого рода, и все, когда надо будет видеть, ничего не будет работать. Так же само у нас лег этот сайт, и благо хорошо, что у нас была уже выявлена эта десятка, и в принципе никто ей не мог помешать, отрыв был большой, и понятное дело было, что уже никто не будет бороться за этот топ-10, и все в принципе, а если бы отрыв был бы буквально там сто, ну, сто пятьдесят там звезд, не знаю, двадцать, тридцать, ну, условно, короче, небольшой был бы отрыв, то это было бы конечно очень провально, и понятное дело, чтобы, чтобы все бы игроки были бы очень недовольны, ну, а так, в принципе, благо, что произошло именно так. Сказал я, что выделить хотел бы каких-то игроков, которые у нас попали в топ-100, вот он же Форс, который набил 1487 звезд, именно во втором или третьем обзоре, который я делал, у него данное количество уже звезд было набито, и больше после этого он их не набивал. Не знаю, может он уехал куда-то или еще что-то в этом роде связанное, но больше он именно их не набивал. Дальше сороковое место у нас занимает Блокет, на которого я делал определенный ролик по заработанным кристаллам, но адвокат эту цифру перебил, и он набил тоже полторы тысячи звезд, хотя, в принципе, альтернативный игрок, который мог бы занимать эту десятку, и не только он, а именно Блокет, тот же Форс, которого я упомянул ранее, тот же Борис, тот же Абсолют Зеро, Ламборджини 1, тот игрок, который у нас забрал скин Легаси, тот же Сергей Микс, который старался, набивал звезды первые буквально 3-4 дня, но потом каким-то образом понял, что он не сможет набить эту десятку, хотя, если честно, все можно было сделать, и если ты будешь смотреть данный ролик, я тебе могу сказать точно, что не теряй никогда, братишка, надежду, во всех таких ивентах есть определенная грань, есть грань, которую игроки не переступают, и в принципе, если бы ты бы старался, я думаю, что у тебя были бы шансы заработать именно эту десятку, возможно, я ошибаюсь, но мне так кажется, что это было бы реально. Что касаемо себя, то на своем аккаунте я набил 400 звезд без бустера, и сказать хотелось бы только одно, что именно таки набивая эти звезды я пытался помочь занять игроку нашему первое место и не более, в какой-то мере я набил тоже определенные свои звезды, но относительно именно таки заработанного опыта и заработанных кристаллов у меня хороший коэффициент получился, и этот коэффициент равен около 9, возможно, даже чуть, нет, чуть меньше, чуть меньше, где-то девяточки, ну, в общем, очень-таки хороший коэффициент и по эффективности немного поднялся, возможно, в принципе, я за этими цифрами не гонюсь, но, возможно, 100 место у меня скоро будет именно по эффективности в игре, поэтому, как-то так, хотя, по сути, если бы я просто стабильно уделял бы время, даже не так бы много, как уделяли некоторые игроки, можно было бы побороться, я думаю, за эту десятку, вполне было реально, но есть на это тоже определенные причины и определенные нежелания даже набивать, и я даже, в принципе, не думал, что это реально настолько просто относительно можно было бы попасть в эту десятку, я думал, что будет намного больше игроков, которые будут набить эти звезды, именно-таки бороться за этот топ, но мои ожидания провалились и, в принципе, те ребята, которым я сказал, что им придется жестко потеть, чтобы заработать эту десятку, они заняли у нас первое, третье и четвертое место и набивали спокойно свои звезды, поэтому, как-то так, если вам понравился данный ролик, то обязательно, ребят, прожмите лайкос, в принципе, что касаемо ролика по конфликту, я уже все сказал, такой вот у нас получился ивент, скажу, что многие игроки довольны, я, в принципе, тоже доволен, что проходят у нас вообще такие ивенты, проходят всякие безумные выходные, это, безусловно, интереснее ивент, чем безумные выходные, здесь можно было и подзаработать хорошее количество контейнеров, большое количество кристаллов, если кому-то они были бы нужны, сами видите, по моему рейтингу за 30 тысяч опыта я заработал 236 тысяч кристаллов, это очень хорошие цифры относительно заработанного опыта и относительно того времени, которое я именно провел в игре за эту неделю. Ну, а единственный минус, который я бы хотел бы прям жестко выделить, это, конечно же, бустер, про который уже говорили многие, продажи его за деньги, реальные, это, конечно, офигительная наварка проекту, и это еще один вид заработка, именно таки, денежный, так же, как и контейнеры. По сути, это делает безысходными, наверное, действия игроков, которые вынуждены покупать данный бустер, чтобы именно оказаться в этой десятке, и вообще, в принципе, покупать этот бустер, чтобы как можно быстрее и проще заработать данные звезды, условно, тысячу звезд, чтобы, ну, именно заработать 50 контейнеров и заработать эту анимированную краску, игроки должны были именно его покупать, чтобы это было, во-первых, проще, во-вторых, вы уделите намного меньше этому времени, поэтому, это такая вот печальная нотка, которая, в принципе, я считаю ее не совсем правильной, понятное дело, что проект хочет зарабатывать, но, это чересчур жестко, и я думаю, что если бы именно данный бустер можно было приобрести не только в магазине, но и за определенную сумму кристаллов именно в гараже, то есть, например, условно, 1 миллион кристаллов стоил бы бустер данный, то я думаю, что это было бы адекватно, адекватным решением, и в принципе, многие игроки бы поддержали мое мнение, поэтому как-то так, если вам понравился данный ролик, как я уже сказал, прожмите лайкос, подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, также, ребят, приходите на стримы, ну и нажмите на колокольчик, чтобы все это дело, в принципе, не пропускать, ждем новых ивентов, ждем новых, всяких, крутых праздников, и будем все это дело оповещать, так что давайте, ребят, удачи, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok